На Айбекер заказывали саженцы малины, получили, посадили. Вот целый ряд малины. Здесь 10, которые на скидке были на акции по рубль 19. Остальные мы покупали по 7 с чем-то. Значит, саженцы малины пришли не очень высокого качества, скажем, совсем плохого качества. У нас пока нет времени что-то менять, поэтому посадили. Некоторые чахлые, некоторые сухие. Два саженца было сухих, с плохой корневой системой. Готовили ямы, ну, в общем-то, посадили по всем правилам. Значит, показываю. Вот несколько первых. Это ранний сладкий сорт малины. Вот это московский гигант. Тут их 4 штуки. Это вот 3 московского гиганта. 3 штуки были самые лучшие из всех. Это гигант трубиновый. Ну, этот ничего. Этот совсем плохой. Этот поломанный. Ну, мы его так вот прислонили и... И там раннее сладкое. Ну, и вот, в общем-то, вот такие вот саженцы. Посмотрим, что из них получится весной. Если всё будет печально, так как и на саженцах, если они не взойдут. Ну, что ж, будем обращаться. 90 дней гарантии. Вот такие ямы готовили там со всяким разом. Ещё навоз добавляли и всё. Это ещё ждём одну партию. Конечно, если бы мы знали, что такие не очень хорошие будут саженцы, то мы бы 5 раз подумали, прежде чем заказывать. И заказывали ещё малиновое дерево. Голд, сказка и таруса. Голд пришло нормальное. Таруса и сказка. Сказка поломанная. Таруса чахлая. Ну, тоненький-тоненький дубчик. Сейчас найду, покажу, где оно. Слабая корневая система, да. Её почти нету. Да, почти нету. Вот. Это таруса. Он такой совсем тоненький. А сколько придёт? Вот это вот голд. Нет, это сказка. Вот он такой. И вот это вот. А раньше. Вот он самый лучший, вот этот. Надеемся, что он у нас принято. Ну, как-то вот печально пока с саженцами. Посмотрим, что из них получится весной. Не ожидали мы такого плохого посадочного материала.